Я надеюсь, что чуть больше подробностей, чуть больше света на подробности прольет наш следующий гость, который уже есть у нас на связи. Городский политик Павел Латушка у нас в эфире. Да, Павел Латушка. Павел, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вам известно, видели ли вы все эти сообщения и есть ли какое-то понимание, что в этом смысле происходит? Здравствуйте. Да, безусловно, мы внимательно следим за всей этой информацией, анализируем ее. Я могу подтвердить, что в Гомельской области практически во всех районах, это Реческий, Мозырский, Калинковический, Брагинский, Наравлянский и так далее, приходят повестки граждан Беларуси военнообязанным и даже невоеннообязанным явиться в военкоматы 29-го, то бишь вчера или 30-го сегодня числа. Когда граждане Беларуси приходят в военкомат, им говорят, что это не является мобилизацией, это скорее мобилизационные учения. Спасибо, что пришли и в случае необходимости мы вас будем приглашать еще. Конечно, можно это воспринимать как рутинные действия в связи с тем, что в Беларуси сейчас проходят военные учения, которые продлены до 2-го июля. Но эта рутина всегда вызывает подозрения, когда буквально рядом Гомельская область граничит и с Украиной, и с Россией, когда рядом идет война, реальные военные действия, и когда соучастником в этой войне является режим Лукашенко. Поэтому здесь не надо иметь никаких иллюзий. Фактически это потенциальная проработка возможного в перспективе участия вооруженных сил Беларуси в войне против Украины. Но опять же, это возможного, я не утверждаю о том, что так состоится, но для этого это и делается, безусловно. Павел, позвольте узнать, а как вообще с момента начала войны, мы с вами уже общались в наших прямых эфирах, и вы тогда рассказывали об отношении беларусов ко всему происходящему. Вот сейчас, спустя 127 дней, как гражданское общество Беларуси, как население местное на все то, что происходит, реагирует, как к этому относятся, и велика ли поддержка действий Путина на территории Беларуси? Вы знаете, вот буквально на этой неделе появилась публикация в одном из ведущих наших порталов, которая со ссылкой на исследовательский центр о том, что они провели социологический опрос. И он, конечно, вызвал огромное количество вопросов, что якобы 48-49% беларусов считают, что Беларусь не участвует в войне, ну и как бы рост доверия к властям Беларуси в связи с данной позицией. Я не считаю, что этой информацией многие эксперты, аналитики подвергли сомнению этот опрос, потому что проведение опросов социологических исследований в стране, где вообще социология запрещена, где она отсутствует напрочь, невозможно. Когда уровень репрессий зашкаливает до такой степени, что у нас вчера появилось новых 13 политических заключенных, позавчера 14, то есть за два дня 27 политических заключенных. Что все сейчас внимательно следят за судебным разбирательством, когда группе граждан Беларуси грозит смертная казнь за их участие в активных протестах в Беларуси. Когда начали судить белорусских партизан, которых якобы подозревают или подозревают в якобы совершенных действиях на железной дороге, когда им простреливали ноги. Уровень репрессий такой, который никогда не видела Европа, наверное, практически за совершение холодной войны, а может быть даже глубже, второй мировой войны. Поэтому согласитесь, сейчас спросить у белорусов вы за Лукашенко или против него, мало кто решится сказать против. Это то же самое, что Ким Чен Ира, опрос проводить в поддержку или не поддержку в Северной Корее, близко к этому. Ну, как минимум Таджикистан и Туркменистан. Поэтому я стою на позиции, которая раньше публиковалась еще и которую дают аналитики, анализируя информацию, что абсолютное большинство белорусов не поддерживает войну. Это мы исходим из нашей истории, из нашей ментальности. Белорусы априори не приемлят войну. И опять же, белорусы очень активно следят за демократическими СМИ. Ну, извините, чтобы это не выглядело как бахвальство с моей стороны, но вот мы публиковали видеообращение с тем, что Лукашенко на встрече с Путиным попросил ядерного оружия. И Путин ему пообещал. Помните, Искандеры, самолеты. Так вот, просмотры этого видеообращения, что Беларусь становится... Извините, но Путин сказал, что ядерного пока не дадим, да, но в перспективе эти Искандеры могут нести ядерное оружие. Да, извините, что поправляю, но чтобы потом не выглядело. Разве что он разбил эту мысль. На встрече он сказал совсем другое. Я с вами поспорю. Он сказал, что мы переоборудуем Су-25 на своих заводах для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. И Искандеры, которые могут в том числе быть вооружены баллистическими ракетами. Поэтому он не отрицал этого факта. В последующем, может быть, последовало какое-то четкое опровержение. Но это, наверное, говорил Песков, пресс-секретарь Кремля. Так вот, это видео о том, что Беларусь стала мишенью в случае потенциальной ядерной войны, посмотрело где-то 5 миллионов человек. То есть это показывает, что белорусы идут за правдивой информацией. Они получают эту правдивую информацию. И я не верю в ту историю, что они верят пропагать. Поэтому, я думаю, надо сохранять оценку, что большинство белорусов против войны, против действий России и режима Лукашенко. Ну, здесь по режиму могут быть нюансы, конечно. Павел, скажите, пожалуйста, вот это увеличение активности взаимодействия Владимира Путина и Александра Лукашенко, это свидетельство чего? То есть правильно ли я, например, это интерпретирую как попытку Владимира Путина как раз заставить Александра Лукашенко вступить в эту войну, не только давая свою территорию для обстрелов, потому что уже сейчас в территории Беларуси по российскими системами обстрелов проводятся ракетные запуски, но и предоставить, собственно, самих военных и технику. Или это, я не знаю, собственные попытки инициативы Лукашенко в рамках этой скриптомизации. В общем, как вы видите эту ситуацию? Какой там расклад пожеланий, если хотите, внутри этой пары диктаторов? Ну, мы видим, что активность наблюдается фактически с сентября 2020 года. Лукашенко, в принципе, больше не с кем встречаться. В последнее время и Путину особо не с кем встречаться, как с Лукашенко. Но действительно это свидетельствует о возрастающем давлении на самого Лукашенко. Он сам привел себя в эту ситуацию марионетки, предоставив территорию Беларуси фактически под оккупацию вооруженными силами Российской Федерации. И он не контролирует действия вооруженных сил России в Беларуси. Если ваши российские ТУ заходят в воздушное пространство Беларуси и наносят ракетные удары по Украине, и даже, ну, это есть же аудиозаписи, есть полные подтверждения, и говорят, мы сейчас выходим с территории Беларуси. Если ракеты «Искандер», другие ракетные установки наносили, ну, порядка 700 различных ракет было с территории Беларуси, стартовало по Украине. Но это отвечает интересам Беларуси? Нет. Это прямое нарушение статьи 18 Конституции Беларуси, договора о дружбе с Украиной, договора о госгранице с Украиной. Он не контролирует ситуацию, поэтому он привел себя в состояние жесткого прессинга со стороны Путина. Что сейчас происходит? С одной стороны, поставлена цель выстраивания нового политического союза, так называемого СССР номер два или неороссийской империи, где будет главенствующая, доминирующая роль России. Лукашенко же, в свою очередь, просит экономических компенсаций за то, что он уже теряет за поддержку России в войне. И тут идет торговля. Что? Утром деньги, вечером стулья. Последняя встреча в Санкт-Петербурге, по нашим сведениям, Завидову была в основном этому и посвящена. Россия хочет больших четких шагов в решении Лукашенко в политической интеграции. И это цель, кстати, нового посла Грызлова, который прибыл в Минск. Эта информация еще была до войны. Лукашенко упирается, говорит, заплатите мне сначала. Он пытается оттянуть эту ситуацию. Мы видим, что он не встретился с Мишустиным. Он проигнорировал приезд Мишустина в Минск и уехал в Александрию, в свою деревню, спрятался в домике. Его позвал Путин. Он поехал в Москву, ой, в Санкт-Петербург, прошу прощения. Сегодня приехал Лавров. Завтра приезжает Матвиенко. То есть, видите, череда визитов, прессинг идет. Но очень интересно посмотреть на сегодняшнюю беседу Лаврова с Лукашенко. Это как Удаф разговаривал с Хомяком. Не хочу здесь играть в пользу Лаврова, но Лукашенко завел такой тезис. Ну, мы же с вами хорошие партнеры. Я думаю, что мы не допустим того, чтобы произошла инкорпорация. Беларусь не инкорпорирует Россию, а Россия не инкорпорирует Беларусь. Интересный тезис. То есть, он выводит в паблик информацию о том, что на него давят. И он опасается инкорпорации. Это то же самое, как уже фактически хомяка проглотил удав, а он просит, не переварите меня, пожалуйста, я еще жить хочу. Ну, ты же уже в животе, тебя уже переваривают. Вторая цель, которую он в ходе встречи ставил. Дайте мне ядерное оружие. Он опять об этом говорит. Я даже готов согласиться с тем и публично признать, что я соучастник войны. И он признается на встрече с Лавровым. Но дайте мне ядерное оружие. А зачем ему ядерное оружие? Для того, чтобы угрожать Западу и, как говорится, добиваться отмены санкций давления. А с другой стороны, балансировать перед Путиным. Ну, я надеюсь, что, конечно, этого не произойдет, потому что это не отвечает интересам Беларуси. Так что здесь как бы три тезиса заведено на этой встрече. Не инкорпорируйте меня, дайте мне ядерное оружие. И я согласен признать, что я участник войны в Украине. Спасибо вам большое. Павел Латушка, белорусский политик, был с нами сейчас на связи.